МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все-таки я бы хотел больше поговорить именно о таком массовом спорте, о развитии физкультуры, развитии возможности заниматься людям физкультурой в любое время, когда им захочется. Вот комплекс ГТО, кстати, в свое время о нем очень много говорили, его очень сильно пропагандировали, очень много было всяких различных материалов. Сейчас как-то все-таки поутихло. Комплекс сошел на нет или наоборот? Он приобрел такое, знаете, как бы вошел в жизнь и все, и на этом чего вы рекламировали? Ну, я бы на самом деле, наверное, не сказал, что все поутихло. Наверное, он вошел в такую рабочую фазу. И действительно, на протяжении четырех лет Красноярский край с начала этого пути являлся экспериментальной площадкой, одним из субъектов, который внедрял нормативную базу. И все, что касается комплекса ГТО, я хочу отметить, что действительно у нас есть достойные результаты. Но напомню, что с 1 января 2018 года каждый житель Российской Федерации вновь добровольно будет сдавать комплекс ГТО. На самом деле, это очень хорошая практика, как мы посмотрели за это время, общаясь с теми людьми, которые уже за эти 4 года попробовали себя в комплексе. А я отмечу, что почти 5000 жителей Красноярского края удостоены уже за сдачу комплекса той или иной награды. Я имею в виду, что золотой знак, серебряный, бронзовый значок ГТО, почти 5000 значкистов, если можно так сказать, в Красноярском крае есть. Это люди разного возраста, начиная от первой ступени, с 7 лет заканчивая уже зрелыми людьми, которые тоже попробовали себя в сдаче норм норматива комплекса. И мы увидели, что здесь очень положительные почти у всех эмоции в этом направлении. Основная же суть – не получить только знак. Конечно, знак – это здорово, но основная идея содержания возрождения комплекса – это чтобы как можно больше жителей нашей страны, соответственно, нашего края, города Красноярска, занимались системно физической культурой, спортом, приходили в спортивные залы, где-то параллельно и готовились к сдаче норм комплекса, ну и подготовившись, попробовали свои силы, применив их в практике, выберя те нормативы, которые есть. И вот почти 5000 достойных значков в Красноярске – это здорово. Ну, а еще, знаете, по-моему, очень хороший ход – то, что сейчас все университеты при приеме дают баллы дополнительные за сдачу норм ДГТО, за значок, по-моему. На самом деле, это очень хорошая мотивация для абитуриентов, и мы второй год смотрим эту практику. Тысячи, не побоюсь этого слова, более 2500 абитуриентов Красноярского края попробовали себя сдачу норм комплекса. Потому что вы правильно отмечаете, что в разных вузах ситуация по-разному, но от 1 до 5 баллов к сумме комплексных баллов ЕГЭ, которые набирает абитуриенты, он может получить за тот или иной знак комплекса. Конечно, это хорошая мотивация для молодежи. Готовится в школе 9, 10, 11 класс для того, чтобы попробовать себя. И где-то один балл решает многое, но вот у ребят, которые с золотыми знаками, здесь есть преимущества. Хочу поговорить об универсиаде. Дело в том, что сейчас уже, я так понимаю, идет продумывание вот того понятия, как наследие универсиады. Мы получаем громадное количество спортивных комплексов, при том высочайшего класса. И очень бы хотелось, чтобы вот в этих комплексах не только команды мастеров занимались, а вот в основном, чтобы эти были отданы тем, кто занимается физкультурой. Просто люди могли прийти позаниматься школьникам. Вот сейчас уже понятно, вот есть какое-то направление, что мы, например, построим столько-то ледовых дворцов, и мы настолько-то уже увеличим количество, допустим, детских команд по хоккею или детских команд по фигурному катанию и так далее, и так далее. Вот есть какие-то уже в этом понимания? Конечно, знаете, ваш вопрос, он очень уместен, потому что, как только мы параллельно получили право принимать международные крупные соревнования студенческие, мы уже задумались о том, несколько лет назад, как мы будем эксплуатировать эти спортивные сооружения, если речь идет только пока о спортивных сооружениях. И наша общая задача, ну, здесь не надо, как бы все спортивные учреждения под одну гребенку, потому что некоторые из них выполняют разные функции. Например, есть узкоспециализированные, сложные координационные технические спортивные сооружения, где без особой подготовки, подготовки детской и юношеской спортивной школе либо в Академии зимних видов не обойтись. К примеру, Николаевская сопка, там, трассы, ски-кросса, борт-кросса или хав-пайпа и так далее. Безусловно, он будет использоваться для профессионального спорта и резерва. Но большинство спортивных учреждений будет использоваться, как вы правильно отметили, детская спортивная школа, команда мастеров и просто физкультурниками. И это тоже наша одна из основных задач. Есть, безусловно, цифры. Мы планируем, что на 4 тысячи школьников в детской и спортивной школе увеличится после отделения, увеличится с учетом ввода объектов в эксплуатацию. Это такие отделения не только зимние, потому что комплексы носят многофункциональный характер. Например, в «Партизан Железника» будут заниматься, значит, как и ледовые виды, так же трансформироваться он может и под игровые виды. «Арена Север» то же самое. Вы сейчас уже знаете, что она используется. Там баскетбол дает. Баскетбол и хоккей, фигурное катание и так далее. Так что мы здесь планируем, что вот именно в Красноярске по наследию объектов универсиады, только в детских спортивных школах, пока у нас прогнозная цифра, в отделениях увеличится на 4 тысячи обучающихся. Вот это наша одна из основных задач. Помимо этого могу привести другой пример. Например, многофункциональный комплекс «Радуга», где будет 50-метровый плавательный бассейн. Здесь он тоже будет использоваться как для детской спортивной школы, Академии летних видов спорта, но и населения. Потому что у нас действительно бассейнов мало в Красноярском крае, в городе Красноярске. Особенно большим бассейном. Да, и мы здесь видим, что это тоже будет ресурсом, когда в свободное от уставной своей деятельности и жители будут приходить, покупать абонементы и заниматься. Вот в том-то и дело, я еще думаю вот о чем, что а будет ли вот это свободное время? Потому что любой комплекс, который... Вот когда мы запускали «Арену Север», ведь были же планы, очень хотелось, чтобы летом, ну, кто-то не любит ролики, а взять коньки и прийти покататься. Но когда время возникло только где-то там уже поздно вечером, потому что все остальное время занято, опять-таки, детскими спортивными школами, там командами, это прекрасно понятно, это хорошо. Но вот временно уже на свободное посещение его раз и нет. Но здесь хорошо, что у нас, вспомните, если несколько лет назад вообще не было льда, и ближайший лед был в Подгорном, то сегодня мы имеем уже несколько ледовых, значит, «Арена Север», «Первомайский», «Рассвет». С учетом ввода объектов универсиады, у нас еще появится «Партизанная Железненка», «Платина Марина», которые попробуют, не лишь попробуют, а которые разгрузят. Существующая и потребность, безусловно, она есть. Мы знаем, что в 12 часов наши общественные организации собираются и играют в хоккей. И это нормально. Существует ночная хоккейная лига по всей стране, где тоже люди разного возраста, объединившись, начинают заниматься тем или иным делом. Так что я уверен, что возможностей с учетом объектов эксплуатации будет больше. И наша задача – загрузить их, ну, условно, 24 часа, потому что есть технические перерывы, но каждое спортивное сооружение должно, не то что проставиться, должно быть востребовано. Например, как ваш пример, «Арена Север». Она сегодня действительно востребована, и там ни минуты свободного льда нет. Мы надеемся, что и так должно быть по другим объектам универсиада. Мы говорим больше о Красноярске, но мне бы все-таки хотелось затронуть эту тему наших районов и городов. А вот там, что планируется сделать для развития физкультуры? Опять-таки, вот общедоступное, скажем так. Знаете, у нас действительно есть очень большие планы. Мы продолжаем их реализовывать в муниципальных образованиях, начиная от поддержки в виде субсидий муниципальных образований по тому или иному направлению. Мы продолжаем реализовывать субсидии на модернизацию материально-технической базы. Мы продолжаем реализовывать субсидии для территории впервые в этом году на плоскостные сооружения в сельской местности. И для нас очень важно, чтобы появлялись в селах хоккейные коробки, многофункциональные, спортивные коробки, такие, где можно играть в баскетбол, в волейбол и в любые другие подвижные игры. Мы продолжаем выделять субсидии на развитие клубной системы. У нас в Красноярском крае более 400 клубов по месту жительства, 600 клубов по месту образования. Это тоже важно, одно из наших приоритетных направлений. Отмечу, что мы продолжаем помогать детским спортивным школам в территориях за подготовку сборных команд спортсменов Красноярского края. Эти территории получают компенсацию за трат. И, конечно, наша задача делать и улучшать материально-техническую базу. И я отмечу здесь, что очень приятно, что и губернаторам, и правительствам, и законодательным собраниям принято решение с учетом университета не ограничиваться только строительством в городе Красноярске. В прошлом году мы ввели физкультурно-спортивные комплексы в ряде уголков нашего Красноярского края. Это Пировский, Партизанский район, ряд других, Северо-Анисейский. В этом году начали строить в четырех муниципальных образованиях физкультурно-спортивные комплексы. В основном это на юге Красноярского края, Ермаки, Каратузский район, Большая Мурта, Назарова появится, физкультурно-спортивный комплекс. И такие планы есть по строительству фоков на ближайшие трехлетии. И самое главное, что эти финансирования заложены в бюджет, и это очень здорово. Помимо этого, наша задача и элементарные плоскостные сооружения, недорогие, о которых я выше сказал, сумма от полутора миллионов до пяти миллионов рублей, чтобы появлялись и в районных центрах, и просто в населенных пунктах, где ребятишки могли под руководством инструктора клуба по месту жительства собираться и играть в дворовые виды спорта, которые тоже необходимо здесь поднимать. Это наша основная задача. Я не скажу, что у нас все сделано, что у нас нет никаких проблем, и это было бы лукавство. Но такие шаги намечены. Я уверен, что нам необходимо здесь набирать обороты, потому что на сегодня потребность, которая есть, конечно, она большая. У нас осталась минута. Вот если коротко совсем, какие ждут мероприятия на День физкультурника? У нас традиционно День физкультурника разделен на две части. Завтра, в четверг, у нас будет торжественное собрание, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника в Гранд-холе Сибири, где мы полторы тысячи наших коллег с уголков Красноярского края, лучших, которые отличились, пригласимый губернатор Красноярского края, руководство края, будут вручать им заслуженные награды. И это, конечно, я думаю, что для всех почетно. И вторая часть, традиционно, у нас такая спортивная часть, это вторую субботу августа почти во всех уголках Красноярского края будут проходить спортивные, интересные мероприятия на стадионах, во дворцах спорта. Это тоже, опять же, скажем так, для населения, для жителей большого нашего Красноярского края. Так что, пользуясь случаем, хочу всех своих коллег, и в том числе и физкультурников, которые приходят на стадион и поздравят с Всероссийским Днем физкультурника, занимайтесь физкультурой, спортом, приходите на спортивные объекты с семьей, с детьми. И всегда, конечно, нам приятно видеть, что термин «заниматься физкультурой» становится модно, он идет в каждую семью. Спасибо за интервью. Спасибо. Сергей Алексеев, министр спорта Красноярского края, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго. До встречи на спортивных площадках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова